самый первый самый наверное интересующий всех вопрос как изменилась жизнь зоопарка вперед коронавируса что теперь по-другому сожалению самое печальное в этой истории это то что мы лишились тех кто любит наших животных мы лишились посетителей это пожалуй самое печальное потому что в весенний период люди за зимний период времени очень соскучились у нас огромное количество подписчиков в инстаграм в ватсапе в интернете на сайт на социальных сайтах и конечно же люди все пишут что о том что хочется прийти в зоопарк тем более что мы свою работу в связи с вот этими мероприятиями которые приняты по коронавирусу мы не остановили работу по освещению жизни парнаульского зоопарка и поэтому мы выставляем ролики люди очень радуются радуются за то что вот в жизни вот этих маленьких обитателей ничего не изменилось потому что они рождаются вот ибо вибум у нас продолжается у нас родился медвежонок у нас родились камышовые котята у нас родились уже вот эти прекрасные лисята у нас на большое прибавление семействе сурикатов теперь на 6 новых сурикатов поэтому жизнь идет своим чередом и животные так будем говорить на переживают и честно вам скажу они скучают без посетителей потому что многие животные они привыкли уже к тому что каждое утро вот они лежат и наблюдают за тем как кто-то кто-то пришел то что касается жизни работников зоопарка здесь конечно же ситуация такого плана то есть 26 марта когда это все произошло явно провел общее собрание инструктаж всех работников мы определили смены то есть на работники у нас получают на и будут получать полностью заработную плату которую они зарабатывали и раньше вот но режим на работы мы немножко сохранить сократили теперь они выполняют главную работу это уход за животными и их кормления все остальное то что связано с другими мероприятиями сейчас настоящий момент не проводим но добавилось правда на мероприятие которое мы проводим в принципе регулярно но сейчас в более усиленном режиме это дезинфекция дезинфекция вольеров дезинфекция всей посуды мисок которыми мы кормим теди территории которую мы обрабатываем дез растворами специально для того чтобы встретить наших посетителей во все оружие для того чтобы все были здоровы а что делаете для того чтобы животные не заболели животные как и люди они заболевают от стрессов они заболевают от плохого питания они заболевают от вирусов и поэтому мы должны что сделать прежде всего обеспечить содержание хорошее отличное питание обеспечить и конечно же предотвратить распространение различных инфекционных заболеваний которые у животных тоже случаются именно поэтому мы усилили режим питания в этот период времени обеспечены полностью наши животные кормами мы не испытываем никаких трудностей и пока у нас достаточно корма для того чтобы прокормить животных второе все мероприятия связанные с вакцинации животных нашим ветеринарам обязательно проводятся и это тоже естественно усиливает иммунитет и помогает животным справляться с заболеваниями и конечно же та работа о которой я уже говорил это дезинфекция все эти меры в полном объеме в комплексе когда осуществляется животные выглядят вот таким вот красивым образом симпатичные радостные и ничего у нас не происходит чем дезинфицируете и не вредны ли эти растворы для животных для животных также как или для людей есть специальная концентрация дез растворов которые утверждены ветеринарной службой и поэтому я не буду сейчас просто перечислять их большое количество этих дезинфекционных средств для животных но они существуют они у нас есть достаточном количестве и поэтому эти средства мы используем обрабатывать есть даже средства которые мы обрабатываем самих животных то есть есть средства которые помогают животными избавиться от насекомых от от бактерий на лапках эти средства то тоже есть мы рассыпаем специально по вольерам по на их жилищу по клеточкам там где они зимуют там где они же они живут и это помогает животным чувствовать себя хорошо что пишут посетители хотят ли они вернуться жаждут ли встречи с питомцами зоопарка вы знаете я регулярно отслеживаю все комментарии которые появляются после выставления наших постов после выставления видео фотографий и узнаете я очень благодарен жителям города варнаул алтайского края и жителям других городов которые следят за нами особенно в инстаграм на в группе вконтакте в нашей группе на зоо 22.ру вот таких слов благодарности за то что мы радуем людей положительными хорошими эмоциями я наверное не получал долгое долгое время а сейчас люди просто-напросто желают нам чтобы мы справились с этой ситуацией и конечно же они все скучают потому что многие знают животных по именам многие когда мы только выставляем они начинают охать ахать про аичку проливал тая про нашу багиру которая радует всегда на своим потомцам вот обо всех животных лебедь жорка который радует своим криком наш медвежонок который появился в семействе жорика и даши и это вот действительно мы считаем что мы дарим действительно людям положительные эмоции и мы благодарны всем кто положительно к нам относится еще один момент о чем я хотел бы рассказать буквально вчера нам позвонили жителям на улице георгия пенсионеры вы знаете и они позвонили сказать сергей мы хотим вам оказать финансовую помощь я говорю а я слышу по голосу что люди пенсионного возраста я говорю скажите пожалуйста я а вы пенсионеры они говорят да вот мы две пенсионерки сидим обсуждаем смотрим говорит инстаграм и обсуждаем и решили вам перечислить деньги я вот я я я им так и сказал я говорю я кланяюсь вам вот до земли за ваше участие за ваше доброе сердце я говорю ну пожалуйста не надо нам оказывать помощь я говорю я у нас есть друзья есть предприниматели бизнес сообщества есть власть которая к нам на относятся очень хорошо я думаю что мы все проблемы решим и без помощи вот добровольной помощи пенсионера пенсионерам мы должны помогать прежде всего вообще насколько сейчас экономически тяжелые времена для зоопарка весь бизнес сейчас ну терпит знаете он тяжелый потому что мы каждый год у нас такая я не скрываю ни от кого что каждый год у нас происходит таким образом мы в летний период времени когда у нас есть посетители мы на зарабатываем определенную сумму деньги складываем их на свой счет для того чтобы в зимний период времени на расходовать эти денежные средства и в марте месяце мы выдаем заработную плату и уже в марте месяце мы начинаем зарабатывать потому что люди вот только первые лучи солнца пробиваются и люди уже бегут зоопарк и вот с марта к нам приходят люди в этом году ситуация к сожалению с коронавирусом такова что в марте фактически никого не было 26 марта мы закрылись и вот теперь апреле сколько это продлится мы не знаем а без финансовой поддержки которую мы получаем от продажи билетов нам будет очень тяжело как отсутствие посетителей отражается на животных им лучше хуже сразу хочу сказать что животные которые живут зоопарках некоторые говорят что вот животным беспокойствие хотя не по они порадуются спокойного образа жизни ничего подобного животные скучают по человеку животные привыкают человеку и то что сегодня у нас находятся вот здесь работники зоопарка они естественно делают все для того чтобы разнообразить жизнь мы подвешиваем на различные игрушки мы ставим какие-то столики мы это называется обогащение среды обитания так вот сегодня наша основная задача это обогатить среду обитания для того чтобы животные вот с этим стрессом отсутствие посетителей они обязательно справлялись и вот вы не поверите ну стоит только подойти к вольеру с кошачьими они моментально все выбегают они моментально все ждут потому что они знают что с ними будут разговаривать они помурлыкают они посмотрят на тебя они они хотят и это нужно всем подойдите к обезьянам им же нужно общение им же нужно на чтобы они обязательно построили свои рожицы но вот это чудо как она она же вот привыкла к тому же уже с маленького возраста что за ним кто-то наблюдает поэтому внимание и доброта она никому еще не помешала в чем выражается вот как животные дают понять что им не хватает общения как как-то ведут себя иначе вот как человек в депрессивном состоянии лежит засыпает спит вот если вы посмотрите то животные такие таким же образом они могут депрессировать находиться в состоянии стресса кто-то наоборот начинает бегать нервничать постоянно передвигаться по вольеру но как правило вот они в основном лежат замыкаются уходят дальше в вольер могут спрятаться в будке и находиться в будке кто из ваших подопечных вот так сейчас страдает от недостатка внимания мы не даем нашим животным наши работники абсолютно ко всем подходят вот абсолютно со всеми общаются мы администрация зоопарка на приходим ежедневно сюда для того чтобы именно пообщаться с животными а если такие подопечные которым вообще не нужен человек они просто вот так как с человеком живут так и без него я бы сюда отнес рысий это вот кошки гуляющие сами по себе им абсолютно никто не нужен у них одно желание они выглядывают когда им несут еду больше им никто никогда не нужен они будут сидеть они будут вольготно лежать на на своей будке поглядывать причем так снисходительно поглядывать на проходящих ни на одну кличку они откликаться не будут но как только появляется работник с ведром в котором находится корм они немножко оживают покушали снова легли на будку и снова с презрением смотрят на человек я надеюсь и для вас и для нас этот сложный период закончится поскорее спасибо вам да я всем абсолютно нашим любителям барнаульского зоопарка всем жителям желаю крепкого крепкого здоровья и я уверен что мы с достоинством пройдем этот сложный период вот и он никогда у нас больше не повторится мы на еще раз говорю спасибо огромное всем нашим любителям животных мы вас ждем вот и как только все закончится мы удивим вас очень многими интересными вещами которые мы для вас приготовили